И снова здравствуйте. Меня зовут Константин Бахшт, и мы с вами в прошлой серии говорили о том, что многие российские компании, даже большинство, не имеют профессиональных отделов продаж, а многие малые бизнесы вообще боятся начать создавать такой отдел продаж. И я обещал вам сказать, когда уже пора можно создавать такой отдел. Смотрите, основные деньги лежат у корпораций на расчетных счетах. Самые прибыльные бизнесы в большинстве своем работают с корпоративными заказчиками. А основной способ привлекать таких клиентов – это отделы продаж B2B, активные корпоративные продажи. 70% всех денег мира в среднем идет из кармана одной организации в карман другой организации, никогда не заходя в карманы частных лиц. Лишь 30% денег заходит в карманы частных лиц, и потом опять оказывается в карманах организации. Поэтому, конечно, с организациями работают значительно выгоднее, и меньшим количеством сделок можно их заработать значительно больше денег. Но о чем думают те, кто создают малые бизнесы, те, которые создают новые компании? Что сейчас набрать этих сотрудников, им платить оклады, платить там за офис, рабочие места, налоги, управлять ими, а вдруг они будут не те? Ну и пока идут такие размышления, конечно, никого отдела продаж не создается. И малый бизнес никогда не станет средним. С другой стороны, они могут подумать, ну как, сразу создавать целое дело, ну давайте возьмем одного-двух сотрудников на пробу. Но эти эксперименты добром не заканчиваются. Если сотрудники действительно должны сами привлекать клиентов, у них нет легкого источника денег за счет входящих клиентских запросов, за счет регулярного сбора платежей с уже налаженной клиентской базы, то таким сотрудникам очень тяжело работать, крайне тяжело просто выжить. Они практически обречены на неудачу. Подумайте, что такое один человек, который там пытается работать, как-то приезжать к клиентам, им звонить, без поддержки, без руководства, без команды вокруг, он приезжает к клиенту, кто ты такой, откуда ты явился, нет никто, я звать тебя никак. Или представьте, что есть целая команда, все они активно звонят, встречаются с клиентами, по городу идет уже информация, компания уже на слуху, ее многие знают. Есть руководство, которое жестко организует работу сотрудников, чтобы они интенсивно звонили, встречались, учат их продавать, проводят для них тренинги, разрабатывают для них технологии и стандарты. А когда они выходят на перспективных клиентов, руководители вместе с ними выезжают на встречи, проводят ключевые переговоры и помогают подчиненным заключать сделки на крупные суммы, которые подчиненные сами никогда бы не заключили. Вы же понимаете, что работать в таком отделе и работать в одиночку, это все равно, что ездить на Мерседесе, ездить на Мерседесе со снятыми колесами, двигателем и без руля. Тоже можно, да, но только если перед Мерседесом впряжен бульдозер. Собственники очень многих малых бизнесов думают, 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 вместо того, чтобы делать. И бизнесы, которые могли бы иметь перспективу, так и не вырастают во что-то достойное. Здравствуйте, меня зовут Антон, я собственник малого бизнеса. Очень интересует, Константин, как вы относитесь к созданию, к использованию телемаркетинговых компаний, которые на аутсорсинге помогают отделу продаж с первичным поиском клиентов? Отличный вопрос. Видно, что вы уже серьезно работаете в этой теме. Это очень интересный вопрос, и он возникает не у новичков, а у тех, кто уже с разных сторон смотрит продажи. Нельзя ли разделить функции, разделить роли, сделать так, что одни сотрудники делают звонки и договариваются о встречах, а другие выезжают на эти встречи и проводят переговоры? Так вот, практика показывает, что это можно и уместно сделать примерно в трети бизнеса. И там вы можете разделить таким образом своих сотрудников или воспользоваться услугами телемаркетинговой компании на аутсорсинге. А в двух третях бизнеса это непродуктивно и малореально. Объясняю почему. В большей части компании, когда ведутся активные продажи, сотрудники отдела активных продаж используют сильные технологии первого звонка и за несколько часов могут назначить себе по три встречи в день на всю следующую неделю. Реально, работая в текущем режиме, они на звонках проводят примерно час в день, а все старше все время общаются лично с клиентами, выезжая к ним на встречи. Понятно, что в этом случае выделять эту функцию на отдельных сотрудников просто бессмысленно. Один хорошо звонящий сотрудник просто не сможет работать с утра до вечера, учитывая, сколько встреч он может назначить. Поэтому, как видите, если хорошо организуются звонки, то они занимают не так много времени, и разделение труда не имеет смысла. И второй бич разделения труда, что назначаются встречи либо с нецелебными клиентами, либо не с теми лицами, либо с неперспективными компаниями. Как вы понимаете, когда сотрудник назначает встречи для себя, и его основной интерес, процент, который он получит только когда совершится такая продажа, то он совершенно по-другому относится к назначению встречи. Однако, примерно в третьей компании такое разделение труда возможно. Теперь, чтобы ответить на тот вопрос, который мы начали, каким моментом нужно уже создавать полноценный отдел продаж. Если у собственника есть деньги, и есть перспектива в этом бизнесе, то, в общем-то, сразу его нужно создавать. Самое лучшее. Но вопрос коммерческого эффекта, выгодно ли будет создать такой отдел продаж, он на самом деле вот как ставится. Мы уже считали все это. Если вы создаете отдел продаж, и в течение полугода обеспечиваете все текущие затраты этого отдела, если он не делает ни одной продажи, и не зарабатывает вам ни одной копейки, то в Москве все затраты уложатся примерно в пределах трех миллионов, в большинстве более развитых городов-миллионников в миллион семьсот семьсот тысяч, а, например, в Воронеже, где экономика уже последние годы активно растет, а зарплата почему-то еще не очень, то все то же самое укладывается в восемьсот тысяч. Вот о таких затратах потенциально может идти речь. Вы их укладываете не сразу, и если ваш отдел продаж созданный в первые месяцы выходит на продажи, то он начинает окупать себя, и большей частью этой суммы вы так никогда и не вложили. Потом он окупил первоначально вложенные деньги, и дальше вы уже в дамках получаете прибыль. Таким образом, если создав отдел продаж, вы видите перспективу заработать хотя бы несколько миллионов в ближайший год, и, значит, это может окупить вам создание этого отдела продаж и вывести его на доходность, то имеет смысл рисковать. Если вы видите, что создаватель отдел продаж вы можете, но все, что вам светит, это дополнительная прибыль от силы нескольких сот тысяч, то, конечно, здесь создавать отдел продаж нет никакого резона. И здесь можно сделать вот что. Если собственник главный переговорщик, то вы можете сделать совершенно без рисков и очень выгодную вещь, взять себе личного коммерческого помощника. Обычно это девушки. Нужно так активную взять, исполнительную, общительную, чтобы она делала для вас все документы, могла также готовить для вас встречи, даже делать первичные звонки, какие-то контрольные подзвонки и все остальное. Она делает для вас рутинные работы. Вы все время максимально направляетесь на уже ключевые переговоры по телефону и лично, и на личные переговоры берете ее с собой, потому что никогда не ходите на статусные переговоры в одиночку. И что у вас получается? Вы за не очень-то большую сумму, то есть от нескольких десятков тысяч в Москве, и буквально от 15-20 тысяч в регионе, это я имею в виду фиксированная часть, плюс бонусы и проценты, которые вы можете подкидывать уже от результатов, покупаете за счет более оптимального использования своего времени 40, а то и 60% себя. Причем эта девочка не уйдет у вас в бизнес, не уйдет у вас к клиенту, что переговоры-то все ведете вы, но зато она учится, и потом из нее может получиться отличная вам помощница. Поэтому если пока все данных денег в перспективе не видно, наймите такую девочку, приобретите 40-60% своей продажной мощи по очень сходной цене, и развивайте свои продажи, пока на кон не встанут хотя бы несколько миллионов возможны дополнительные прибыли в ближайший год. А уж тогда создавайте отдел продаж. Меня зовут Александр Орлов, занимаюсь бизнесом в сфере масс-медиа. Константин, расскажите, пожалуйста, более подробнее, по каким критериям лучше подобрать или отобрать сотрудников для подобного отдела? Хороший вопрос, и он настолько хорош, что я, пожалуй, начну именно с ответа на этот вопрос в следующую нашу передачу. Потому что, сами понимаете, бить большинства компаний, это что они не могут себе нормально набрать кадры, и особенно набрать кадры в отдел продаж. На самом же деле, а им не нравятся кошки, только потому что они не умеют их готовить, рынок туда в России очень хорош, и там, где куча компаний жалуется, как у нас набрать кадры невозможно, мы там же проводим конкурсы для себя, для своих заказчиков, наши клиенты, наши участники тренингов сами проводят конкурсы по моей технологии, и у них каждый раз аншлаг. Только сегодня мне об этом рассказывали на тренинге участники, как собирают столпы соискателей, конкурируют друг с другом за право работать в их компании, и совершенно все по-другому в том же самом городе. В Питере, где жалуются, ой, как тяжело набирать кадры в Питере, компании, работающие по нашей технологии, даже без нас, проводящие конкурсы по нашей технологии, в Пике собирают до тысячи резюме на один конкурс. Из такого количества соискателей можно кое-кого выбрать. Но более подробно мы об этом поговорим в нашей следующей передаче. Прошу. Меня зовут Александр, владелец малого бизнеса. У меня такой вопрос. Из вашего личного опыта, какие условия для оплаты сотрудников отдела продаж вы рекомендуете? Тоже хороший вопрос. Позже мы поговорим, наверное, о нем более подробно. Но коротко скажу так. Есть три самые дурные, самоподущие схемы оплаты менеджеров по продажам. Это чистый оклад без процента, чистый процент без оклада, и даже оклад без процент, где процент платится от объема отгрузки без контроля факта оплаты. Вы не поверите, но все это до сих пор используется. Следующая за это схема оплаты, оклад плюс процент от оборота совершенных сделок. То есть процент от оборота тех продаж, которые данный сотрудник совершил в этом месяце. Она самая распространенная в России и тоже одна из самых попадущих. Нет ничего хуже и глупее, чем сделать такую схему оплаты для сотрудников, которые при продажах могут давать скидки. Как проще всего продать то, что пользуется спросом? Дать убийственную скидку, а лучше всего продавать ниже себестоимости. Тогда ваши конкуренты будут первыми в очереди. И фактически именно так работают многие отделы продаж. Они, может быть, и не думают, что продают ниже себестоимости, но реально получается со многими их сделками именно так. Что рекомендовал бы я? Если в вашем бизнесе возможны скидки, но сами понимаете, в большинстве бизнесов это так, то оклад плюс процент от упрощенной маржи от совершенных этим сотрудником сделок. Кроме того, в систему оплаты вносится личный план продаж, план продаж на отдел или на компанию, и прямая зависимость самой базовой ставки коммерческого процента от выполнения или не выполнения плана. То есть с одной и той же сделкой он может получить меньше денег в этом месяце, если он не выполнил личный план продаж, больше денег, если выполнил личный план, и еще больше, если выполнил план на отдел или на компанию. И еще, ни в коем случае не платите оклад ниже среднерыночного. В Москве сейчас самый-самый минимум, от хотя бы 30 тысяч для абсолютных новичков, для более достойных от 40-45 и выше, фикс, плюс проценты и бонусы. В большинстве экономически развитых регионов хотя бы от 15 до 20, фикс, оклад, например, плюс проценты и бонусы. Все, что ниже этого, это точно напрашивается на неприятности. Но у большинства компаний неприятности начинаются на приеме кадров. В следующей серии мы поговорим об этом. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»